Всем привет! Меня зовут Соня, это Сава. И сегодня мы хотим поделиться друг с другом и с вами своими впечатлениями о прочитанных нами книгах. Я начинаю первое, и «Облако» это была моя первая прочитанная книга, она мне очень понравилась. Книга рассказывает о катастрофе на атомной электростанции. И я так понимаю, автор вдохновлялся, если можно так сказать, ситуацией, которая произошла на Чернобыльской АЭС. То есть после катастрофы очень-очень многие люди взволновались этой темой и начались митинги, забастовки по всему миру на тему того, чтобы закрыть во всем мире вот эти вот АЭС, чтобы не повторилась вот эта катастрофа. И автор описывает эту проблему, то есть представляет, как бы было в Германии, если бы такое произошло. И она рассказывает это от лица 14-летней девочки, которая, собственно, осталась одна в городе, и ее родители в командировке, у нее ответственность за младшего брата. И на протяжении всей книги она показывает, автор показывает, как она справляется с вот этой ситуацией, как она справляется с паникой, с толкучкой, как она переселяется с одного города на другой. И, собственно, потом показывается, как вот эти выбросы повлияют на ее жизнь и на жизнь всего населения. На самом деле на многих моментах у меня наворачивались слезы, это было очень грустно, но и в то же время книга заставляет задуматься. И я думаю, что это была главная цель автора – заставить читателя задуматься и, возможно, присоединиться к вот этим вот, к поддержать людей, которые за закрытие АЭС. Очень интересно на самом деле. Я бы, наверное, почитала. А вторая книга – это детективная романтика Ирины Грин. Если честно, я ничего не поняла, но было очень интересно. Именно вот эта фраза описывает все мои впечатления о книге. Автор очень сильно ее закрутила, то есть был детектив на детективе, то есть она завязала такой огромный узел из разных ситуаций. Я не успевала следить, во-первых, за ними. Я не понимала, где заканчивается одна, начинается другая. А во-вторых, к концу книги, все-таки это детектив, я ждала какого-то логичного завершения, но я его не дождалась. То есть что-то она, конечно, раскрутила, что-то я поняла, но это была всего лишь малая часть. Но я не могу сказать, что она мне не понравилась. Было интересно, но впечатления двоякие. Мне интересно, чтобы ты ее прочитал. Возможно, ты поймешь больше меня. Ну, это как это? Ничего не понял, но очень интересно. Я прочитал более жизнередеятельность по сравнению с первой книгой этих авторов. Первая книга у нас про первокурсницу. С первой страницы мы узнаем, что наша главная героиня влюблена в мальчика и признается ему в чувствах. Ей очень тяжело давалось это признание, но, к сожалению, она не смогла добиться... Взаимности? Да, потому что у парни была девушка. И вот мы узнаем, что вот с того момента она стала кардинально меняться. Она сделала короткую стрижку, стала одеваться по-другому и, в принципе, скажем так, ее мировоззрение начинает меняться. Ночные вечеринки, прогуливание колледжей, ну и все в этом духе именно. И к концу книги мы узнаем, что девочка из-за колоссальных изменений потеряла саму себя. И, в принципе, потерялась в этой жизни. Но также, чуть позже, она начинает брать ситуацию в свои руки и уже искать свой путь. Книга очень интересная. Хоть там тоже много чего непонятного. Жизненная многие сталкиваются с таким. Да, вот именно подростковый возраст рассказывается. Вторая книга называется «Мое собачье дело». История идет от лица главной героини собаки. У нее есть младшая сестра. Пугливая, черненькая такая. Страшненькая немножко. История начинается с того момента, когда из собачьего приюта наших героев забирает большая семья. Отец, мать и их двое детей. И вот с того момента мы узнаем, что собаки очень сильно влияют на жизнь этой семьи. Они помогают помириться отцу и матери вот этих детей, когда отец теряет работу. Также наша главная героиня… Собака тоже, да? Да, то бишь собака. Она помогает старшему ребенку найти себя в этом большом мире. Также здесь бывали такие моменты очень интригующие, когда нашу главную героиню, также собаку, ничего не изменилось, на нее напали и она могла умереть. Но вот тот старший ребенок, он ее спас. В общем, книга очень интересная, очень добрая. Советую почитать. Как и про первоклассницу. В общем, мы надеемся, что вас тоже заинтересовали эти книги и будем надеяться на то, что вы их прочитаете. Спасибо, до свидания.